Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, всем, кто присоединились в эти минуты к студиям «Надежда в Молдове» для совместного изучения Священного Писания. Мы приветствуем наших друзей США, особенно в городе Миннеаполис, штат Миннесота. Мы приветствуем наших братьев-сестер в городе Великие Луки, Россия, Израиль, Украина, Германия, Чехия и все те страны, города, которые сегодня объединились для того, чтобы познать Господа, Его волю в Священном Писании. Мы рады, что мы можем не только вместе изучать Священное Писание, но и взаимодействовать тогда, когда пишем пожелания, пишем приветствия, а также взаимодействие в совместном служении людям, которые в этом имеют нужду. Мы благодарим каждого, кто не был равнодушный и откликнулся на призывы о материальной помощи для беженцев и за те средства, которые вы передали. Эти средства позволили обеспечить доставку беженцев в центры, приюта, их питание, их поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. Мы призываем вас быть не только зрителями, но и активно делиться просмотрами со своими многочисленными онлайн-друзьями. Всякий раз, когда вы нажимаете кнопку поделиться, нравится, когда копируете ссылку и распространяете в социальных сетях, круг людей, которые знакомятся с истинными священными писаниями, благодаря вашей активности расширяется. Пусть Бог вам в этом благословит и поможет. Сегодня в этой студии приглашены семья Ляху, мои друзья, пастор Роберт и его супруга Наталья. Добро пожаловать. Наталья несет ответственность в качестве руководителя отдела информации в Молдавском унионе церквей адвентистов 7 дня. Роберт несет ответственность в качестве руководителя служения молодежи церкви адвентистов. И в связи вашем, в контексте вашего служения и в контексте тех событий, которые происходят и в которых вовлечены все люди. Нет, наверное, никого, кто был бы равнодушным к событиям, трагедии, которые происходят на Украине. И вот скажите, Наталья, как лидер отдела информации, к чему бы вы могли бы сегодня в этих обстоятельствах призвать, предостеречь наших братьев, сестер, наших онлайн друзей и тех, которые смотрят эту передачу? Во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто присылает мне информацию. Мы можем узнать обо всем, что творится на нашей территории. Мы можем узнать все программы, все социальные акции. Так что я очень благодарна вам. Благодаря вашей информации многие люди, многие христиане, они вдохновляются и также начинают писать, начинают что-то делать. Эту информацию мы можем прочитать или увидеть видеосъемки на наших сайтах Адвентист МД, Вайбер и также на Фейсбуке. И мне бы очень хотелось призвать всех христиан, чтобы мы не распространяли информацию, которая несет какую-то политическую оценку, либо какой-то негатив, чтобы мы не задевали людей вот этим негативом, плохие чувства. Господь призывает каждого из нас нести свет. Мы должны нести его слово. Так что можем вспомнить обетования Господни, которые Он нам обещает, что Он не оставит нас в эти тяжелые времена. Мы можем также призвать людей к молитве, к помощи нуждающимся, даже помощь беженцам. Мы можем их поддержать как физически, так и духовно. И Господь нас призывает, будьте солью земли. Я желаю всем нам, чтобы мы исполнили Его волю. Спасибо. Таким образом, мы можем быть активными участниками, быть миротворцами, неся надежду, мир, ободрение, утешение и распространяя призывы о помощи, информацию о том, что можно делать в этих обстоятельствах христианах, которые находятся в разных уголках земного шара. Спасибо. Молодежь. Как молодежь может участвовать, реагировать? Какова роль молодежи в этих событиях? Что делать молодежи? Я хотел присоединиться к словам благодарности, которые выразила Наталья. Действительно, молодежь в эти непростые времена она мобилизовалась максимально и проявилась свое практическое христианство в волонтерском служении, в миссионерских проектах. И вообще, если говорить о календаре нашей Всемирной Церкви, то март месяц — это такой месяц, насыщенный различными проектами, мероприятиями. В частности, если мы говорим об этой неделе, с 12 по 18 марта, эта неделя посвящена различным социальным и миссионерским проектам, в которые вовлекается молодежь. И заканчивается эта неделя, или венчает эту неделю, суббота, 19 марта, это Международный день молодежи, когда организовывается прямой эфир и с разных территорий рассказывается о том, что делает молодежь на той или иной территории. И хотелось бы сделать такую рекламу, рекламу, что 19 марта, в субботу, будет прямой эфир, и у каждого дивизиона есть свое время, когда они будут выходить, подключаться, будут рассказывать о тех проектах, в которых они вовлекались. И в частности, 19 марта в 17.00 по Молдове будет прямое включение нашего евразиатского дивизиона, где будет рассказываться о вовлечении молодежи в эти проекты. И следует отметить, что молодежь в свете недавних трагических событий, она очень активно вовлеклась в служение волонтерское. Интересно, что уже следующая неделя, с 19 по 26 марта, эта неделя посвящена молитве. То есть в эту неделю вся молодежь со всего мира, нашей церкви, она объединяется для молитвы. А 26 марта – это суббота, особенная суббота, когда церковь и молодежь, в частности, она делает все для того, чтобы обратить внимание на тех, которые когда-то были в церкви, но по каким-то причинам они ушли из церкви, оставили церковь. И поэтому этот проект «Вернись домой» для молодых юношей и девушек. И таким образом март месяц у нас проходит под общим таким девизом «Прояви любовь к одиноким». Спасибо. Где могут наши зрители смотреть освещение этих событий и эфиры? На страничке в Facebook. И ссылку можно найти в описании этой программы? Абсолютно. Ссылку в описании к этой программе можно найти на страничке Facebook, Instagram и YouTube-канал. Спасибо. Эти события, которые происходят, они вызывают бурю эмоций в каждом человеке. Одна категория людей готовы идти, чтобы принять участие в качестве добровольца на одной или на другой стороне. Другие, находясь дома, готовы убить словом, проклиная одну или другую сторону. Но давайте мы будем настоящими христианами созидать и свою энергию, свои эмоции, свои чувства обратить в русло помощи и поддержки тех, кто в этом нуждается. И искренних молитвах о людях. Я прочитался в одной христианской церкви, не знаю, не могу сказать, что это адвентистская в США. Пастор обратился к прихожанам в то время, когда была война в Ираке, спросил, кто молится за наших детей, за наших мужей, за тех, которые воюют в Ираке. Но все подняли руки, потому что все хотят, чтобы вернулись живые и здоровые. А он спрашивает, а кто молится за жителей Ирака, за тех, которые там живут, о стариках, о детях. Никто не поднял руку. И он сказал, вы говорят, настоящие американцы, вы патриоты, но не хорошие, но не настоящие христиане. Поэтому, как будем не только патриотами в событиях, которые затрагивают наших родных, близких, наши семьи, которые могут быть и на одной, и на другой стороне. Но давайте в этих обстоятельствах сохранять свое христианство. Будем людьми веры, людьми любви, людьми миротворцами, людьми молитвы. Я приглашаю, чтобы мы объединились в молитвах и в контексте событий, которые происходят, и молиться о детях, о молодежи, и тех, которые на Украине, и тех, которые в Молдавии, и тех, которые вовлечены в духовную войну, которые вне церкви, чтобы Бог помог им преодолеть разочарование и вернуться к Господу. Помолимся. Очень хотят помогать людям, которые поддерживают тех, кто в горе, кто в испытаниях, кто в трудностях. Просим Ты, даруй им здоровья, даруй им радости и желания быть Твоими детьми. Просим также благослови и детей, и молодежь, которые сейчас в эти трудные времена, Господи, там, где-то, может быть, в подвалах, и им очень тяжело быть твердым и верить. Ты укрепи, Господь, Ты дай им силу пройти через это. Даруй им терпение, здоровье, Господь. Мы отдаем их Твои святые руки. Ты руководи, Господи, каждой жизнью и помоги, чтобы все это плохое время закончилось, Господи, чтобы воля Твоя исполнилась в нашей жизни. Мы славим Тебя и благодарим, и просим, чтобы Ты даровал мудрости каждому человеку, Господь, чтобы мы обращались к Твоему Слову, чтобы мы распространяли хорошие новости, хорошие вести, Слово Твое. И пусть истина Твоя будет провозглашена по всей земле. Все просим во имя Иисуса и благодарим. Аминь. Аминь. Вначале было Слово, и это живое и действенное Слово, оно не только спасает, меняет, созидает, творит, но слова способны и разрушать, как Вы призывали и как Вы молились, ходатайствовали Господу. Я приглашаю, чтобы мы открыли живое Слово Божие и послание евреям. Мы подходим к завершению изучения этой удивительного обращения, этого проповеди Павла, не только своим современникам, но и нашим современникам. Сегодня мы изучаем 12 главу, 12 урок, принимая царство непоколебимое, тема сегодняшнего размышления. Мы будем исследовать в этом отрывке о том, как Бог является судьей, а Христос является ходатаем, его крестный подвиг, и о том, на что могут быть направлены наши взоры, как верующих, которые переживают разные испытания, переживания в этом мире, что может быть для нас надеждой, утешением, события, о которых пишет Павел, эти события, которые все мы можем быть вовлечены. Итак, 12 глава с 22 текста. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведникам, достигших совершенства, и ходатаю Нового Завета Иисусу, крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева». Вот это выражение. Павел говорит, вы приступили к горе Сиону, к городу Бога Живого. Кто приступил? Когда приступил? Что это за гора Сион? Эти события к какому времени относятся? К настоящему или будущему? И как эти события касаются нас, наших современников? Ну, следует отметить, что когда мы читаем, и читатель, любой читатель, когда он читает эти строки, этот отрывок, в частности, то сразу же вспоминается или идет отсылка к 19 главе книги «Исход», где рассказывается о том, когда Господь предупреждает Моисея, и говорит, в том случае он говорит о горе Синай, и предупреждает, чтобы не подходили к горе, чтобы даже вплоть до того, чтобы расчертить линию, за которую нельзя переходить ни людям, ни даже животным. И там очень такое, даже может показаться, с одной стороны, жестокое предупреждение, где он говорит, что если кто-то пройдет, то там побить камнями, убить стрелой и так далее. И народ израильский, зная это, слыша это предупреждение, видя то, что там происходит на горе Синай, они в страхе и в ужасе от этого зрелища, от всего этого грома, молнии и так далее. И они даже потом уже в 20 главе, когда Бог провозглашает эти заповеди, то они уже обращаются к Моисею и говорят, пожалуйста, ты говори к нам, не Бог. Поэтому Синай в данном случае, это страх, это ужас, это трепет, это переживание. А здесь мы встречаем уже, Павел говорит о горе Сион, и это как будто бы полная противоположность. Здесь мы уже видим торжество, здесь мы уже приступаем к горе, мы видим здесь собрания, которые радуются. То есть о чем это говорит? Во-первых, это идет речь о нас с вами, которые верой уже приступили, потому что 22 стихе, он об этом и говорит, но вы приступили к горе Сиону, как раду Бога Живого. Не следует отметить, что гора Сион, это всегда, допустим, если мы говорим о книге Псалтирь, Псалмах, то это всегда излюбленное поэтическое сравнение города Иерусалима, потому что сам город Иерусалим был расположен на одной из гор. И вот интересно, что это излюбленное поэтическое, он говорит, вот это сравнение Иерусалима, то есть гора Сион — это Иерусалим. То есть это прошлое, как бы отсыл как прошлое, но это и настоящее наше, и это произойдет в будущем, когда Господь установит свое царство. И написано, что мы как первенцы. Мы первенцы, почему? Потому что мы приобщаемся к первенцу Иисусу Христу, который победил, и который мы видим здесь, по сути говоря, иными словами мы видим здесь, что после Вознесения воцарение Иисуса Христа как царя на небесах. Эти события говорят о мире, о радости, о встрече, о счастье, о покое. Это то, о чем люди мечтают и хотели бы видеть это здесь, на земле. Мы не знаем, когда возможно и какой форме будет мир и остановка того, что происходит, но мы можем быть уверены в том, что приготовил Господь, оно будет верно, и оно исполнится. И мы можем предвкушать, мы можем жить этой надеждой, мы можем разделить это обетование, каждый говорит, потому что вы уже приступили. Мы находим здесь такое, на этом празднике, на этом торжественном собрании, находим судью, судью всех. Знаете, когда слышишь выражение суд идет, то это вызывает всегда волнение, даже у тех, которые не являются виновниками, а просто само слово суд идет, встаньте, суд идет, сразу первое желание встать. Да, сразу встаешь и напрягаешься. И вот, если это праздник, торжественное собрание, если это мир, если это встреча всех искупленных, то почему здесь Бог назван судьей? Как суд может быть праздником? Как совместить праздник вместе с судом? Празднование, которое описывается в Евреям, 12 глава, намекает на грядущий суд. То есть во главе сидит Бог, судья, и раскрыты небесные книги, и в конце грядущего суда народ Божий уже будет, как, получает вот это царство небесное. То есть радость или праздник для них, это означает то, что они победили грех, что они сейчас уже с Господом, что то, что было, все вот это зло, оно осталось в прошлом. И стих 29 нам говорит, что изображена сцена суда на горе Сион, в небесном Иерусалиме, судья всех, то есть окружен тьмами ангелов. Здесь также присутствует огонь. И здесь же говорится о книгах, потому что святые записаны в этих книгах. То есть когда идет суд, Господь записывает святых. И теперь благодаря благам, вот этим благам Нового Завета, Сын Иисус Христос, Он привел верующих на Сион, в небесный Иерусалим, и мы можем быть вместе с ним навсегда. Это напоминает картину или сцену из различных фильмов, где иллюстрируют напряжение людей, которые ожидают оглашения завещания. Когда распорядитель, будь то адвокат семьи или какой-то юрист, ну скажем, судья, относительно судья, он читает список, и люди в травмной одежде, но все ожидают услышать свое имя в этом списке завещания. И кто-то радуется, услышав свое имя, кто-то разочарован. И здесь, наверное, радость людей, которые оправданы. Они оправданы, потому что они понимают, что они наследуют то, во что верят, они с Богом. И поэтому присутствие судьи, это не обвинение для них, а оправдание. Весь о наступившем суде. Книга Откровения говорит о том, что наступил час суда. Это благая весть или страшная? Вот для людей, современников, это какая весть? Почему так много людей боятся судного дня? И выражение судный день, это всегда таким страшным, строгим приговором. Да, как приговор. Почему люди боятся суда, небесного суда? Люди боятся, потому что они всегда представляют приговор, вот что Бог накажет их, что они грешные, и их ждёт такая плохая участь. Поэтому всегда эти слова их приводят в ужас. На самом деле суд — это благая весть для всех верующих, ожидающих Христа, потому что суд оправдывает их и выносит приговор нашему противнику, врагу, дракону, который есть дьявол. Дракон, он стоит за всем этим, то есть за всеми этими ужасными знамениями, которые преследовали верующих и ранее. И также этот враг, он описывается в Откровении 13 глава, что будет делать это и в будущем. То есть дьявол, он всегда обвиняет, обвиняет всех людей, желая, чтобы все погибли. И как бы мы ни старались жить хорошо, как бы ни старались жить по заповедям, всегда дьявол найдет слабое место, какой-то поступок, и он нам напоминает об этом. И поэтому, зная свою жизнь, смотря на свой характер, часто задаешь вопрос, как такой грешный, гадкий человек, как я, могу быть спасенным? Спасенным. Какую роль Евангелия в этом вопросе суда имеет Евангелия? И как связано Евангелие с судом? Если можно, я здесь расскажу свой опыт. Я вспоминаю еще в школьные годы мы с друзьями, ну, как все школьники, подростки, да, это был подростковый период, мы там шкодили, как говорится, вот, были непоседами, и что-то мы там задели, разбили, и все разбежались, но это был не я. И я остался, и меня начали обвинять, что я разбил, что я виноват в том, что разбили. Но я-то знаю, что я не виноват, но доказать это я никак не могу. Но знал, кто сделал. Но знал, кто сделал. И была возможность сдать этих людей. Было, но интересно, оправдаться и сдать. Интересно было, знаете что? Что, когда все-таки собрались такой своеобразный суд, чтобы все-таки выяснить, кто был тем, который разбил, я спокойно чувствовал себя, потому что я знал тех, которые могут встать на мою защиту. И они, благо, что они тогда защитили меня, стали сказать, что это был не я. То есть оправдали. То есть я, что хочу сказать. Почему для праведников, для людей Божьих, для народа Божьего, суд – это благовесть, это радость, это торжество, это праздник. Почему? Потому что они знают, да, дьявол нас обвиняет, но и сейчас, как будто бы нам нечем оправдаться. Но есть тот, который станет на мою защиту, который оправдает меня, который защитит меня. И в этом контексте вспоминается пророк Захая 3 глава, где он говорит, «Господь, да запретит тебе». Стоял дьявол, который обвинял, он был запятан на одежде, а он говорит, «Все, Господь да запретит, снимает одежду за пятна, надевает на него другие одежды чистые». Поэтому мы, для нас, когда мы приходим на суд, это для других, которые чувствуют за собой, что они виноваты, что сейчас, вот, вот он, все, дальше уже не будет безнаказанности. Пришел момент, когда каждый получил по своим делам. Вот сейчас он получает по своим делам, потому что я плохо поступал. И для них это страх и переживание, а для другого радость, потому что, наконец-то, восторжествует справедливость, потому что думали, что я виноват, а Господь покажет, что я не виноват. Ну, условно говоря, не виноват. но наша надежда не на то, что мы безгрешны, невиновны. совершенно верно. Наша надежда и то, за что мы можем держаться, на что мы надеемся, это то, что Господь нас оправдывает. И что между нами и Богом есть Иисус, который праведен, и Бог нам вменяет, эту праведность, Он не только вменяет, но и наделяет этой праведностью. И поэтому, зная о том, что Бог покрывает нашу грязную одежду, нашу проступки своей жизнью, дает нам облегчение, дает нам надежда, дает нам радость. Добрая весть Ивангелия не в том, что человек становится, приобретает иммунитет ко греху и никогда не падает, но добрая весть в том, что Бог, несмотря на сколько далеко мы от Него уходили, насколько мы Его сильно огорчали, Он нас принимает, Он нас прощает и называет нас своими детьми. Дальнейший отрывок говорит и о событиях, которые связаны с землей. Говорится о том, что 26-27 текст, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание еще раз поколеблю, не только землю, но и небо. Слова еще раз означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Вот это выражение Бог говорит, я не только поколебаю землю, но и небо. В Молдавии редко происходит землетрясение, но те, которые происходили у человека, сохранило страх. Если мы где-то слышим, что вокруг происходит землетрясение, мы переживем, как бы не повторилось это в Молдавии. Но тут говорится не только поколебание земли, но еще и небо. И говорится о том, что это означает изменение колеблемого, непоколеблемого, но при этом сохраняет непоколебимого. Что это значит? С какой целью Бог это делает? для евреев поколебать, это означает установить, если мы говорим поколебать землю, это означает, что Бог уничтожает врагов Израиля. Если мы говорим, что евреи, вот и Бог поколебляет землю, значит уничтожает врагов Израиля. В данном случае Павел говорит, что не только землю, но и небо. То есть идет речь здесь о том, что будет уничтожено не только враги народа Божьего здесь на земле, но и идет речь об уничтожении и злых ангелов, и в данном случае тот, который дьявола, зачинщика, который и поднял по сути говоря восстание. И это означает, указывает на то, что Бог уничтожит и восстановится царство. Значит ли это, что он уничтожит землю, уничтожит небо? Ну, в какой-то момент да, оно будет, но это не окончательно, то есть идет, оно будет, то есть оно уничтожено, будет воссознанно земля, вот, но уничтожено будет только злые силы, тьмы. То есть дьявол и восстание. То есть здесь речь идет об обновлении, обновлении неба, обновлении земли, а вот что с искупленными будет? И здесь говорится о том, что что-то будет непоколебимо, чтобы прибыло непоколебимое. Будет поколеблена земля, будет поколеблено небо, а что же согласно этим текстам будет непоколебимо? Здесь хотелось бы процитировать, прочесть 124-го псалма первый стих. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется вовек. Мы видим, здесь встречаем, мы говорили уже об этом, что в псалмах мы часто встречаем гору Сион, и здесь мы видим, что кто непоколеблется, кто пребудет вовек, тот, кто надеется на Господа. То есть праведники, да, совершенно верно, спасибо, праведники, те, которые надеются на Господа, те, которые живут по Слову Божьему, которые исполняют волю Божию, они не поколеблются, они останутся. То есть их это, то, что произойдет в конце времени, их это не коснется. Наверное, хотелось бы сделать и практическое применение вот то время, когда колеблется физически и земля от взрывов, и небеса сотрясаются, когда люди испытывают страх, разочарование, ужас, и даже те, которые не вовлечены в это, потому что это состояние, напряжение охватывает и наших жителей и Молдовы, и других стран, весь мир. Люди издыхают от страха, они не знают, как это коснется их лично, их семей, будь то это угроза жизни, будь то угроза благосостоянию или экономическому, рух, рух, рушатся планы, какие-то встречи, какие-то поездки, встречи с родными, близкими, то есть все, что человек думал и планировал на завтра, это все поколебалось. Мой личный опыт, два года тому назад мы приобрели билеты, чтобы встретиться со своим сыном, который в России, для того, чтобы участвовать в его помолвке, но пандемия закрылась небо и мы не поехали, свадьба онлайн, но мы радовались тому, что уже закончилась пандемия, сын, у него родился ребенок и супруга приобрела билеты, чтобы поехать и помочь понянчить внучку и вот в тот день, когда должна была вылетать, опять закрылось небо, если это был вирус, пандемия, то сейчас уже другое и мы сидим и говорим слушай, как ты не планируешь, уже не знаешь, что планировать, как, что ждет завтра, то есть нет основания, все зыбко, все колеблется, все твои планы, все твои намерения, все относительно, как вот в это время, когда все колеблется, рушится, экономика, политика, мироустройство, как сохранить вот эту непоколебимость, потому что говорится, что праведник непоколебница, вот как не подвигнуться верующим людям, за что держаться, на что надеяться, как устоять? я думаю, что быть благодарным Богу за совершенное то, что он делал, и самое главное, самое главное, это жить по Слову Божьему, потому что иногда, может быть, оно нам не очень нравится, может быть, оно не очень выгодно, вот, есть, по моим личным наблюдением, есть две категории людей, которые по-разному относятся к Священному Писанию, одни читают его, исследуют его для того, чтобы узнать, что Бог хочет, и что Бог ожидает от меня, а вторая категория людей читает его исключительно для того, чтобы найти оправдание своим поступкам, вот, и они, это успешно у них это получается, поэтому, если мы хотим в это непростое время, чтобы нас не поколебалось, да, чтобы мы остались непоколебимыми, мы должны твердо держаться того, чему Бог нас учит. Ну, еще такое расхожие слова, в это время люди желают мира, молятся о мире, и некоторые говорят, слушай, я чем больше молюсь о мире, тем больше слышу о том, что происходят взрывы, и умирают люди, и я говорю, почему так происходит, вот, я молюсь о мире, а мира нет, как быть, и человек разочаровывается, он говорит, я хочу, чтобы люди жили в дружбе, в мире, чтобы было согласие, чтобы не умирали невинные, а я слышу, вижу, что происходит по-другому, как мне быть в этом мире мятежном, где столько ненависти, зла, где умирают люди, за что мне держаться, на что мне надеяться, господь в евреям говорит нам 12 глава 28 стих и так мы принимая царство непоколебимое будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий и далее он нам говорит в 13 главе 15 стих и так будем через него непрестанно приносить Богу жертву жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя его не забывайте также благотворение и общительности ибо таковые жертвы благоугодны Богу то есть мы в эти времена можем проявить благодарность хоть это и трудно то есть когда мы смотрим на настоящее то это настоящее нас обескураживает у нас депрессия боль и внутренний протест бунт как такое может происходить но когда мы смотрим на будущее которое Господь говорит да тот мир где нет языка нет национальности нет цвета кожи нет пола Бог объединяет семью он своей кровью примеряет всех он собирает свою большую семью когда мы смотрим на эти события тогда у нас уже другие проявляются чувства смотря на то на что ты смотришь это тебя формирует и как источник информации и как то что мы читаем в Библию это формирует наш отлик и формирует формирует нашу жизнь и вот если мы смотрим и размышляем о событиях будущего то Павел говорит о том что может в нашем сердце произойти это благодарность а в чем может быть говорится что благоугодное Богу да мы приемли царство непоколебимое когда мы приемлем царство смотрим на царство которое колеблется и рушится вокруг то у нас внутри тоже все рушится боль разочарование страх но когда мы говорим приемлеме царство непоколебимое тогда мы будем хранить благодать который будем служить благоугодному Богу с благоговением и страхом и вот в чем будет проявляться эта благоугодная жизнь в чем будет проявляться эта благодать которая отличает людей которые надеются на Бога которые себя чувствуют не только гражданами какой-то страны но которые помнят что в первую очередь они граждане небесного царства и что у них в первую очередь царем и их президентом является Господь и которому они служат в чем будет проявляться их жизнь на что направлена их энергия 13 глава заключает заключительные слова здесь апостол Павел нам предлагает поклоняться Богу и быть ему благодарными вознося молитвы в небесное святелище принося ему жертву хвалы и 16 текст исповедуя свои грехи 16 текст не забывать благотворение общительности ибо таковые жертвы благоугодны Богу эти жертвы они являются не источником спасения а откликом благодарности на то что человек спасен и оно проявляется не только в молитвах мы можем молиться но верующие это не только люди которые молятся но Павел говорит о том что они не забывают также благотворение и общительность и общительность то есть имеется ввиду мы должны быть спокойны духом мы должны не забывать что Господь говорит что бойтесь не тех которые убивают тело но душу то есть если мы будем с Богом не важно что будет твориться главное мы спасены духовно мы с ним вот это мы должны не забывать духовное отношение мы должны в этих обстоятельствах должны и можем фокусироваться на наших отношениях с Богом но а каково должно быть наше отношение к людям которые вокруг нас ну конечно же естественно мы как христиане должны управлять свое практическое христианство то есть помогать им поддерживать и конечно же если мы встречаемся с людьми или где-то заходят разговор где-то пытаемся где-то давать какую-то оценку событиям ситуациям и так далее мы должны обращать наш взор на небесное гражданство потому что мы как пишет Павел мы говорили мы приступили верой уже приступили вот она то есть мы еще конечно же еще мы не знаем сколько но мы верую усматриваем туда взор свой стремляем и знаем что придет время когда мы и это должно нас поддерживать и этими словами мы должны поддерживать и других людей спасибо дорогие друзья разделяя благословение грядущего царства и веру и принимая обетование Бога о том что он созиждет мир где нет войн где нет убийств ненависти зла мы предвкушая и разделяя эту благодать мы конечно же будем этим делиться и с другими неся людям надежду неся людям ободрение утешение поддержку помощь помните что мы можем через свое служение нужным людей помочь этим людям увидеть как Бог их любит как он о них заботится мы слышим множество опытов о тех кто помогают беженцам когда люди говорят что мы ехали в неизвестность мы не знали что нас ждет мы молились и то что вы пришли и помогли нам для нас это явное чудо вмешательства Бога и ответ на молитвы каждый из нас может быть ответом на чью-то молитву каждый из нас может быть тем который несет людям веру непоколебимого спасителя Господа Иисуса Христа пусть Бог нам в этом поможет помолимся Господи мы благодарны Тебе за слово Твое которое поддерживает нас в непростое время и те обещания которые мы находим на страницах этого слова поддерживают нас Господи зная что пока еще живя в этом мире и сталкиваясь с различными трудностями переживаниями горем слезами но придет такое время когда ты поколеблешь и когда ты восстановишь справедливость Господи а смогут устоять в это время только те которые верны Тебе помоги нам быть верными Тебе благослови нас в том чтобы поддерживать тех кто нуждается в нашей поддержке во имя Иисуса аминь аминь дорогие друзья желаем вам божественного мира в сердцах покой покоя любви искренней любви Господу и близким а также желаем чтобы Господь сохранил вас и ваши семьи ваших родных и близких до встречи для заключительного изучения последних тем книги послания к евреям Господь благословит вас всего доброго до встречи субтитры 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 субтитры